Так, первое, нужно скачать фреймворк Rebela. Вот на него ссылка, сохраняем себе куда-то в закладке. Там на гитхабе, тут на страничке есть CloneOrDunload. Вот, типа, я посмотрю, чтобы у меня не было дубликатов в папке. Ну да, в общем, жмешь CloneOrDunloadZip, он сохраняет. Потом открываешь папку, куда ты качаешь, ну, ну и куда-нибудь сохраняешь. Я, блядь, веду целую, блин, эту картотеку. Но, в принципе, главное иметь последнюю версию, не нужно сохранять все вообще версии. То есть он будет называться Framework. Я сейчас сделаю там. Framework.VR-remaster. То есть копируешь его куда-нибудь еще и распаковываешь ZipFile. Text. В общем, Framework скачан. Дальше запускаешь ARM. В армию эдитор. И, ну, выбираешь карту. Ну, тут два варианта вообще, как придумать миски. То есть ты придумал миску, а потом пытаешься найти карту, на которой ее можно реализовать. Либо наоборот. Просто смотришь на карты, находишь какое-нибудь интересное место на какой-нибудь карте и решаешь там сделать миску. То есть вот я открыл какую-то карту. Вроде бы она была интересной, хорошей, когда-то, когда я ее смотрел. Там можно полетать, найти получше, может, места, если есть. Ну, в общем, второй шаг это выбрать карту подходящую. Ну, вот пусть будет это. Потом ничего, не ставить никаких юнитов, ничего. Просто сохранить карту. Ну, Save As. Permissions. И галочку не ставить. Я не помню вообще, что оно делает. И вроде бы я в последнее время, когда миски делал, я просто забываю ее убирать. Но как бы еще с давних времен, когда рыба у меня обучала, тут у меня на бумажке написано галочку не ставить. Не уверен, это критичный или нет. Ну и сохраняю. Потом можно закрыть эдитер и свернуть арму. Идешь в твой, блин, пайловый менеджер, который ты используешь. То есть, вот, с одной стороны у меня этот фреймворк ребловский. С другой стороны у меня мои миссии. Миссии хранятся. Ну, у меня десятка. Хотя вроде бы там на семерке так же пути прописано. C. Users. Там Никита, то есть я, мой юзер. Документы. Arma 3. Other Profiles. Ну, другие профили. Down Creature. То есть, мой профиль основной, на котором я играю. И MP Missions. То есть, там есть еще просто стокоплееровые миссии, которые можно делать. Ну, в общем, MP Missions-то та, куда они сохраняются. Находишь папку. Вот я создавал туториал Хужак. И вот туда, из папки Framework VR Master, копируешь все с заменой. То есть, все файлы копируешь. То есть, заменяется Mission SQM файл, который был до этого пустой по сути. И добавляются все остальные файлы, которые Рэбл в фреймворке сделал. Следующий. Ну, вкидываем фреймворк. Следующий пункт. Делать лодалт. То есть, открываем арму. Туториалы. Вот есть Virtual Arsenal и Ace Arsenal. Я пользуюсь Virtual Arsenal, потому что он в более удобном виде экспортит строчки с твоим лодалтом. Сейчас я покажу. Объясню, что я имею в виду. То есть, вот арсенал. Тут можно настраивать одежду и так далее. Придумываешь, какая там у тебя будет одежда в миске. То есть, выбираешь одежду, броники. Рюкзаки. Нет, нет, сейчас я попытаюсь объяснить. Ну, в общем, в принципе, одежда, то есть, униформа, она общая для всех. И, в принципе, разгрузки броники у нас тоже общая для всех. Но я сейчас объясню, как можно делать, чтобы они были для разных людей разные. Ну, и выбираешь оружие. Ну, и выбираешь оружие. Ну, и выбираешь оружие. Выбирается оружие, тут сбоку на него можно поставить прицелы, там всякие фонарики, лазерные целеуказатели, глушители, пламегасители, там сошки. Ну в общем выбираешь оружие. Допустим сейчас делаю просто райфлмена я. Сейчас, что ж я ему выберу. Вот насчет шлемов проблема то, что... Ах, хотя нет. Ну да. Есть мод Community Faction Projects и они берут некоторые шлемы из DLC и потом переделают на них текстурки. И из-за этого может у кого-нибудь появляться этот, называется, Watermark. И людям придется снять шлем, чтобы нормально поиграть. Поэтому лучше стараться брать либо с КАПа, либо вот МНП. Либо там, не знаю, уже ванильные шлемы. Они тоже неплохо так выглядят, как современные шлема. Ну, некоторые, конечно, фричуртек, но... В общем, в целом. Так, допустим я собрал простого райфлмена. То есть у него маленький рюкзак, у него обычный автомат. У него ничего особенного нет. Да... Ах, забыл. Сейчас, в принципе, стоит открыть фреймворк... Ой, блин, VS Code. Там, не знаю, скачался он, не скачался у тебя, но, в принципе, пока просто смотри. Открываю фреймворк... Ой, VS Code. Тут файл Open Folder. То есть именно папку открыть. Находишь папку с миссией, которую ты сохранил. Сейчас сделаю вот на выбор папки. Тут вот сбоку имеется структура, как файлы лежат. И вот лоудауты в папке... Ну, Missions, папка лоудаут. Там есть лоудауты на West. Он уже примерно так с ванильных юнитов Rebels сделал уже такой как пример. Все остальные, они пустые. Но если ты хочешь другой фракции, то ты просто копируешь тут все. И вставляешь там в Ist, или в Guir, или куда там ты хочешь. Ну, в принципе, сейчас я West буду показывать. Поэтому ставим West. Я, потому что мне так удобнее, дополнительно использую... Еще один нотпад для копирования сейчас. Вот лоудаут выбрали. Нажимаем экспорт. Данные по лоудауту сохраняются в буфер обмена. Из буфера обмена их можно куда-нибудь вставить. То есть вот. Это, по сути, то, из чего состоит лоудаут. Тут файлы. Открываешь ВС-код. И начинаешь постепенно заполнять. То есть, в начале тут медицина. Ее трогать, в принципе, не надо. Она более-менее стандартная. Дальше идет Юниформ. То есть, какая униформа. То есть, находишь тут строчка force-add-uniform. Ну, строчка униформы. Копируешь название. И потом вставляешь в ВС-код. То есть, все заменилось. Дальше в ВС-броник. Тут же рядом ВС. Вставляешь ВС. Как бы, на счет... И дальше идут уже именно более-менее разбивка по ролям на счет одежды. То есть, униформа, оно берется вот это вот значение нижнего подчеркивания униформ, которое раньше мы забивали. И ВС тоже берется, из-за того более раннего. В принципе, можно просто брать и сюда вставлять, какую ты хочешь униформу. То есть, вот так вот делать. То есть, чтобы там, например, у Райфлумена броник отличался от всех остальных. Или чтобы у лидера что-то отличалось от всех остальных. И так далее. Но это уже по желанию. Дальше нужно заполнить шлем. То есть, вот находим тут хедгир. Вот этот шлем. В ВС-коде удобная фишка есть. Можно, если есть одинаковые вещи, то их одновременно и выбирать. То есть, вот Райфлумена фэшн и спецфэшн тут одинаковые шлема у них идут. Ну, потому что это обычные солдаты. Можно выбрать один из них, потом нажать Ctrl-D и выберется сразу два. И тогда, когда я буду вставлять уже свой выбранный шлем, оно заменится и там, и там. Что, в принципе, удобно. Дальше идет заполнение рюкзаков. То есть, где-то вот Эдбэкпак. Это бэкпак, который я выбрал. Его тоже я буду заполнять одновременно и для Райфлменов, и для лидеров, и для пилотов, и для крю. Ну, конечно, не обязательно крю и пилоты будут, но для всех них буду наполнять. И тут еще в конце есть две кавычки, в которых ничего нет. Это слот под очки, то есть под очки, балаклавы, то есть обычно мы ничего туда не пихаем, потому что все равно все будут их снимать, чтобы курить сигареты. Но если ты хочешь там добавить балаклаву или кинуть очки, то вот сюда можно прописывать. Очки или там балаклаву. Они в этом файле будут где-то там this.at.gogles вроде бы называется или как-то так. И там будут уже эти очки. Дальше идет строчка спецфашн, то есть это специалисты, это инженеры, медики, миша специалисты. У них шлема такие же, как обычно, ХРФ у Мэнов. Рюкзак у них побольше, чтобы они могли таскать ракеты и что-то, либо еще. То есть снова открываем арму и рюкзак выбираем какую-нибудь побольше. То есть обычно я для обычных рафменов ставлю асалат пак, то есть он не такой уж и большой, но что-то в него поместится. А для именно специалистов я ставлю китбэги. То есть они побольше, они не то чтобы совсем гигантские, но нормально. То есть они не выглядят сильно уж громоздко, как например, какой-нибудь там, не помню, кореол. Кореол не такой уж и большой, но как бы, чтобы не было совсем уж гигантской хуйни на спине, вот компактный рюкзак, который я ставлю для специалистов. Опять же экспорт. и находим уже измененный бэкпайк, питбайк, вставляем его для специалистов. Дальше лидер фэшн, лидера фэшн, лидера отличается тем, что у него как-нибудь обычно другой шлем. то есть по умолчанию Рэбл когда-то стал лидером этих именно кепки таких, ну, типа таких, ну, можно поставить какой-нибудь другой шлем для заметности. Не знаю, вот, например, вот такую вот фигню. Немножко другого цвета. он будет применяться, если не ошибаюсь, только к самому, то есть он не применяется к тим лидерам, он применяется чисто к склад лидеру. То есть вот один чувак будет в особой шапке. Опять же, заменяем, вставляем. Пилоты, крю, в принципе, я не помню, как там выглядят эти шлема, которые ванильные, но вроде бы для, для Веста они выглядят нормально. Понятное дело, что если ты делаешь там российскую армию, то, как бы, желательно там русские шлема, но в принципе, вот, пилот-хелмет я вроде бы для пилотов наших не меняю никогда, оставляю ванильные. И для крю тоже либо ванильные оставляю, либо просто им даю такой же шлем, как обычным и райфлом. Дальше идет райфл, оружие, райфлом инпраймари. То есть, находим вот в этом файлике addweapon, то есть, вот, райфл 416, то есть, это 416, который я выбирал. вставляем ее в первую, там, где было а райфлом икс. Это, вот, это так выглядит, так выглядит структура того, как в арме прописывается оружие, грубо говоря. то есть, это массив оружия. То есть, основные квадратные скобки, потом, в кавычках, идет классным оружие, потом запятая, еще одни, еще одни квадратные скобки, внутри которых уже идет набор патронов, ну, именно магазинов, которые ты даешь. то есть, и вот в первых квадратных скобках магазин находим вот тут, вот он ETC 30 раунд, там, 5,56, то есть, этот магазин на эту винтовку. И вставляем сюда. Как бы Rebel оставлял супом, ну, ставил по умолчанию 15 магазинов, но это многовато, если честно. Я оставлю 10, чтобы у людей осталось в рюкзаках, там, разгрузках свободное место, чтобы они могли взять себе что-нибудь еще, если хотят. Чтобы не надо было им стоять на базе и просто выбрасывать магазины. То есть, как бы, если им нужны магазины, они быстро наберут. Если им нужно не магазины, а что-то другое, то, опять же, они быстро наберут. И потом, вот, в конце еще одни закрытые скобки, это квадратные скобки, это скобки под всякие, приблуды, то есть, прицелы, сошки и так далее. Вот, конечно, вперед захожу, вот, чуть ниже ту строчка GL Rifle Weapon, то есть, это винтовка с подстволом, которая дается геннадиру и лидеру. То есть, тут более четко видна структура. То есть, вот, имеется само оружие, потом, вот, идет, ну, потом идут квадратные скобки со всеми магазинами, внутри, в одних квадратных скобках, идет один магазин, потом запятая, вот, идет второй магазин, то есть, первое, это было просто, ну, автоматные патроны, а второй, это был подствол. То есть, он идет также через запятую тут. И вот, последний идет дальше, в последних скобках квадратных и того, всякие оптики и прочие приблуды. то есть, тут вот я нахожу вот эту primary weapon item, то есть, тут, что дается к оружию, то есть, тут даются прицелы, сошки, магазины, то есть, то, что идет к этому именно оружию, к этой винтовке 416. Опять же, копирую и вставляю. оно все должно быть в кавычках аккуратно. Вот, заполнили для обычного rifleman. Потом идем и выбираем, например, для специалистов. У специалистов желательно, чтобы была покороче, полегче метод. То есть, вот я им даю с 10 этим с 10-дюймовым стволом. В принципе, оставляю такой же прицел, как был раньше. Особо они ничем хотя бы наверное поздно. Возможно, в какой-то момент решить, блядь, большие дистанции на карте. Может быть, дать людям нормальные прицелы. И вот начинается замена с одного на другое. Ну, как бы, такое часто бывает. Вот я выбрал другой прицел. Опять же, копирую оружие уже в спецпраймаре. В принципе, патроны можно скопировать заранее и к специалисту и к гренадеру, потому что я им буду всем давать эти 416-ые. но вот сейчас я уже выбрал другой прицел, поэтому специалисту идет другой прицел и заодно не забыть поменять и у Рефлмэна тоже прицел поставить. Ну и заранее поставлю уже гренадеру, потому что я знаю, что я им тоже прицел буду давать. Выдали все специалисту, идем к гренадеру, находим по сути ту же винтовку только с подстволом. Ладно, точно такой же нету, есть чуть подменее ствол. А, такой раскраски с подстволом вообще нет, понятно. раз уж винтовка другого цвета, то я уже дам прицел черного цвета, чтобы оно модно стильно выглядело. Опять же копируем все. патроны патроны можно не копировать. Граната вроде бы все подствольные гранаты в армии они ну по крайней западные все взаимозаменяемые то есть вроде бы каждый мод сделал свои гранаты но их можно взаимо использовать разницы не будет какую из них ты поставишь за только там понятное дело что российские гранаты не станут в западные гранатометы ну и прицел поставлен вот в принципе это оружие праймеры специалист ну рифумена специалиста гренадера дальше идет пулеметчик с пулеметчиком тоже не хочется особо заморачиваться там вот например короткий М249 такой же им прицел дадим сошки стоят на оружии заранее кстати тут есть кнопка try я забыл про это сказать можно заценить как оно стреляет там может быть прицел неудобный или еще какая-то стигня может быть какая-нибудь фигня с бронежилетом и бронежилеты нифига блять непростреливаемые ну тут в принципе с этими модами особо проблем никогда не было в принципе можно так просто разное оружие попроверять посмотреть как оно стреляется что прикольно выглядит какие прицелы удобно прикольно сидят и так по итогу выбирать с чем ты будешь миску делать то есть я иногда очень много времени тупо провожу в арсенале просто смотрю какое оружие с чем бы лучше побегать ну и заодно уже начинается подборка униформ какие прикольно выглядят какие неприкольные и так далее в принципе все это можно быстро сделать если я желаю вот по сути я и выбрал ну выбрал пулемет и к нему уже ну я посмотрел там эти ленты тут трассеры каждую четвертую пулю но можно например выбрать другой тип лент или патронов что поменять патроны это нужно идти либо в униформы либо в эс либо в бэкпак тут во всех этих хранилищах сбоку справа будет отображаться список всех магазинов которые можно ставить выбранное тобой ну оружие которое ты выбрал для бойца то есть вот тут куча всяких разных лент и заодно эти магазины станаги потому что их тоже можно запихивать в эти пулеметы ну вот например я хочу чтобы не трассеры были не каждые четыре а поискать какую-нибудь такую чтобы трассеры были каждую пулю вот тут есть чуть ниже другая какая-то лента и там написано просто трассеры возможно это будут трассеры каждую пулю можно заценить или можно прогрессировать дальше там уже есть какие-то магазины с другого мода там разноцветные трассеры то есть хочешь синие или зеленые или желтые то есть вот есть желтые вот есть красные зеленые и так далее опять же есть магазины Ну, коробки на 100, на 200 В общем, можно выбрать Что угодно, что ты хочешь, то и выбираешь Нажимаешь try, оно оставляет Предыдущую ленту в магазине Вот, например, Разряжаю другое, чтобы посмотреть, как там Эти красные трассеры будут лететь А, тут написано redTE4 Это походу трассеры каждые 4 пуля Ну и хрен с ним Ну, в общем, идея в том, что вот так Можно менять Какой тип патронов Ты будешь выбирать Для твоего бойца, то есть Трассеры, там, может быть Для какого-то оружия Там есть всякие, там, Субсоник, амунишн, блять Там Бронебойные и так далее Патроны, в общем, куча разных Патронов, магазинов Можно выбрать, что хочешь Опять же, нажимаешь экспорт Копируешь это все Находишь Вот Немножко по-другому идет Для пулемета То есть для пулемета Сначала прописаны ленты То есть Сначала находишь ленту И вставляешь Потом уже прописано MG weapon, то есть Сам пулемет Опять же, его вставляешь Я не сильно говорю Ты успеваешь там следить Окей Опять же, вот MG Магазины уже были прописаны Ну, как бы 15 с собой таскать Ну, сразу пулеметчику выдалось 15 дофига Например, я ставлю 5 А он уже сам доберет Дополнительно Rebel тут прописывал Байпод ванильный Для ванильного пулемета Но В принципе В этом моде К пулемету Идет байпод Тоже встроенный Но зато я оставил Другой прицел То есть вот Я нахожу этот прицел И вставляю Ну и вот тут есть еще MP Max То есть оно отличается От просто MP Max Потому что MP Max Это Как бы так Наборчик Пулеметных лент Которые будут таскать С собой какой-то Из бойцов То есть Райфлмен отели Барайфлмен Это я сейчас Чуть позже покажу Как именно выбирать Что будет таскать То есть Ну и тут Например, две ленты Пусть с собой таскаешь Чтобы Не был весь рюкзак Забит всякой фигнёй Дальше идет Headgun То есть Ну, пистолет Открываешь пистолеты Выбираешь Что-нибудь Там М9 Для некоторых пистолетов Бывают Различные Эти Различные Модули То есть Ну, это уже По желанию Ну, в принципе Желательно Ну, как бы Не то, что Желательно Пистолет давать Как бы Ванильный Уже прописан Если забудешь Поменять То ванильный Так и останется И в принципе И хрен с ним Ну Выдаешь Какой-нибудь Пистолет Просто Леймершим Вот дальше Тут уже В этой В этой фигне Тут появляется Дополнительная Эдвипа Но уже Чуть ниже Это уже будет Сам пистолет Копируешь Пистолет И магазин И к нему Чуть ниже Так Хэтген Выпан Это Ну Прописали Пистолет Тут дальше Писывается Что Лидеру Вторичкой Выдается Этот пистолет Дальше Идет Лаунчер То есть Сначала АТ Лаунчер Это Мелкий Одноразовый Лаунчер Который Дает Сарайф Моноты Который Лежит У нас В ящиках То есть Идем Лаунчеры Заодно Сортировать По моду Что удобно Было И Смотрим Лаунчеры И находим Одноразовые То есть Например Западный Одноразовый Это М72 И Где там Еще Вечно Его забываю И М134 Ну Допустим Будет М134 Он Тут Решет Экспортируешь Вот Не помню Месяц Или Сколько Назад Было Небольшое Изменение В том Как Арма Прописывает Все Эти Лаунчеры И Раньше Лаунчеры Одноразовые По крайней мере Они Просто Были Лаунчер И все То есть У него Не было Прописано Отдельной Ракеты Которая В него Заряжена Или Это не В арме А в капель Поменяли В общем Неважно Раньше Отдельной Ракеты Не было Прописано То есть Ты просто Ставил Лаунчер Он Стрелял Один раз И все Сейчас Как бы Лаунчер Тоже может Выстрелить Всего Один раз Но сейчас К нему Нужно Дополнительно Еще Прописывать Ракету То есть Вот То что Я экспортировал Тут опять Добавили строчки Ведвип То есть Кап Лаунч М136 Лаудит То есть Это сам Лаунчер И чуть ниже Типа AddSecondReviponItem Это Блять Я кнопку Отпустил И чуть ниже AddSecondReviponItem Это Сама Ракета То есть Сначала Копируешь Лаунчер Вот он Тут будет Прописан Типа Ат Лаунчер Равно Представляешь Это Именно Сам Лаунчер Чуть Ниже Нужно Прописать Как он Будет Выдаваться Райфом Оно Ат То есть Вот Ат Лаунчер Оно Берет Чуть выше Со строчки Выше А дальше В этом Массиве Идут Квадратные Скобки Под Ракеты И Квадратные Скобки Под Прицелы Как бы Раньше Прицелов В принципе Тут Нельзя Прописать Потому что Для Одноразвиков Нету Отдельных Прицелов Но Ракеты Раньше Заряды Раньше Не нужно Было Прописывать Сейчас Это Нужно Делать По крайней Мере С Каповским Ланчерам То есть Что Нужно Сделать Нужно Внутри Этих Квадратных Скобок Прописать Еще Одни Квадратные Скобки Потому что Такой Синтакс Нужно Чтобы Внутри Одних Были Другие Потом Копируешь Уже Само Название Ракеты Вставляешь Ну и Прописываешь Что Выдать Одну Как бы Оно И Ланчер Зарядит Но И Заодно Положит В рюкзак Одну Ракету Которую Сразу Можно В начале Миссии Выложить Типа Как Делать Как обходиться Без этого Я не смог Придумать И Видимо Никак В общем Так Так Нужно Не забыть Прописать Когда Ставишь Типа Эту Одноразовую Ракетницу Дальше Идут АТ И АА Ракеты Мы Редко Играем В миссии Где Нужны Анти Ракеты Но Как бы Мне Лень Заходить В эдитер И менять Роль С Мишел Специалиста АА На Мишел Специалиста АТ Поэтому Я Антитанкам И Антиэру Просто Даю Одинаковые Лаунчеры То есть Захожу Выбираю Многозарядный Лаунчер Не знаю Карав Густав Например Или СМАФ Черный СМАФ Допустим Опять же К ним Можно Ставить Прицел Там У Карав Густава Не помню Один только Вид прицела Основной Его На СМАФ Можно Кучу Различных Прицелов Поставить Но Конечно Желательно Его Основной Прицел Но Так В принципе Можно Хоть Голографиком На СМАФ Бегать Но Правда Когда У тебя Такой Прицел Стоит Нельзя Зерин Коменять То есть Он Будет Только На 100 Метров И Все В принципе Можно На СМАФ Никакой Прицел Не старается Я не помню Меняется Тогда Зерин Нет Блять Не то Нажал А Без прицела Зерин Конечно Меняется Но Ради Прикола Я Ставлю Все Все Пантов СМАФ Например Прицел Но Опять Это По желанию Мишенмейкера Дальше То есть Вот Выбрали СМАФ Выбрали Прицел К нему Обычно На ракеты Идет Несколько Видов Боеприпасов Сейчас Подожди Заменю Автомат Чтобы Много Месяца Не занимали Ленты В рюкзаке То есть Куча Разных Ракет Вот Я иду Например В бэкпэк Тут Уже Для всего Моего Оружия Предлагаются Какие Магазины Можно Поставить То есть Тут Куча Всяких Станагов Для Автомата М9 Магазины Потому что Я Пистолет М9 Оставил Выбранным Но Заодно Появилось Три ракеты Для Смала То есть А Это Антиармор Если не ошибаюсь ДП Это До Пёрпос Я не знаю Что они делают Вроде бы Для того Чтобы Бункер Разрывать Я забыл И НЕ Это Эти Как там Называются Термобарически Ну в общем По твоему Желанию Выбираешь Какой тип Ракет Например Если Играть За кого-то С РПГ Сейчас Это Вот Если Играть С РПГ То На РПГ Идет Куча Различных Видов Ракет Опять же Они еще С двух Модов Тут То есть Блядь Тут Есть Термобарические Тут Есть И Блядь Я забыл Тандемные Ракеты Тут Есть Блядь И просто Осколочные Противопехотные И так далее Куча Различных В общем Видов Ракет По Желанию Какую Ты хочешь Миссию Делать То есть Можно Выдать Один Вид Ракет Можно Выдать Два Вида Ракет Сейчас Я переключусь На Смаф И покажу Как Выдавать Несколько Видов Боеприпасов Вот Тут Арма Сама По умолчанию Забила Типа Аши А Две Ракеты Допустим Выбираем Чтобы Была Только Одна Анти Ой Антиармор Ракета И Еще Одну Например Термобарическую Дадим То есть Два Типа Ракет Ну и Заодно Тут Для Сма Вот Такая Вещь Есть Спотинг Раунс То есть Это Трассирующие Пульки Чтобы Смотреть Где Будут Для Пристрелки Которые Используются Вот Экспортируем Вставляем Этот Невый Файлик Вот Тут Появилась Сама Эта Ракетница Камп Лаунч Макс 153 Копируем Ее Я даю Это И АТшникам И ААшникам Потом Ракеты Вот Например Первая Ракета АА То есть Антиармор Опять же Даю И там И там Но Например По мочанию Стояло По фреймворке Две ракеты Дать Я даю Пишу Чтобы Дать Одну Ракету Нажал Нажал D Чтобы На Выбор Срочек А потом Через Запятую Еще Одни Квадратные Скобки Нахожу НЕ Ракету Прописываю Термобарическую НЕ Ракету И Прописываю Еще Заодно Эти Спотинг Магазины Ну И Потом Уже Бля Потом Уже В конце Этот Прицел Удаю Так Ну В общем Так Прописываются Ракеты И Примерно Так Прописывается Как сделать Чтобы Несколько Видов Боеприпасов Было У Человека В принципе Так же Как оно Прописывалось И для Гранатомерщика Чтобы У него Были И автоматные Патроны И подствольные Гранаты Дальше Идет Строчка Бинокли То есть Меряется Если Дальше К К Кабель Гранатомерщика И Я Планирую Дальше И я планирую давать GPS Как бы Где найти GPS То есть Ну Два Варианта Идешь В арсенале В терминал Либо тут Выбираешь GPS Либо Идешь В бэкпак И тут В бэкпаке Куча Есть вкладок То есть Первая Вкладка Это Магазины Для Оружия Которые У тебя Сейчас Выбрано Вторая Это вообще Все возможные Магазины Которые Есть у нас В модпаке Потом Идут Все гранаты Которые У нас В модпаке Взрывчатка Вся То есть ТНТ Мины И так далее И ниже Плюсик Это Просто Различные Вещи То есть Блин Всякие Инъекторы Аденозина Целлерийские Таблицы Рации Антивирусные Инжекторы Какие-то Бананы Там Бинты И так далее Дагр Есть Вот Он же Этот А тут Еще чуть Ниже Есть Микродагр И вот Я В своих Мисках Сейчас буду Давать Людям Микродагры Потому что Они по сути Работают Как GPS То есть Вот я Выбрал Микродаггеры Нужно Обязательно Отдельно Прописывать Ну Искать Либо В рюкзаке Либо В этом Либо В весте Они Как бы Не на виду Но просто Находишь Выбираешь Дать Одну Штуку Экспортируешь Так И вот Тут Сейчас Есть Две Разные Строчки С одной Стороны Тут Есть Строчка Вот Add Items This Link Item Item GPS То есть Можно Скопировать GPS И Можно Скопировать И Потом В этом В Link Items Добавить GPS Или Например Очки Ночного Видения Заменить На GPS Либо Как я Сейчас Делаю Найти Содержимом Рюкзака То есть Вот Тут Есть Од Item To Backpack Вот Содержимое Рюкзака Вот Есть Ace Micro Dagger Копируешь Его И Ставишь Вместо Обычного Dagger То есть Вот Теперь В миске Будет Micro Dagger По сути Можно Использовать Как GPS Там Есть Карта И Все Такое Я В своих Мисках Буду Сейчас Стараться Давать Как Item GPS Это Просто Обычный Ванильный GPS А этот Micro Dagger Он Просто Будет В углу Экрана Появляться Спрайт Типа Самого Этого Прибора У которого Есть Экранчик На котором Показывается Карта Ну И тут Всякие Вещи Типа Карта Компас Часы То есть Можно Там Не дать Никому Карту Блин Из-за того Что Дальше Идет Содержимое Ящиков То есть Тулкиты Обычно Никто Ничего Не меняет Но Например Если Тебе вдруг Приперло Чтобы В ящике Не было Сигарет То Тут Лежат Моншун Сикс Сикпак Его Убираешь Или Например Убираешь АТ-лаунчер Или Гранаты Либо Что-то Убираешь В принципе Можно Что-нибудь И добавить Например Сейчас Добавлю Какую Гранату Например Вот Чемлайт Зеленый Опять же Экспортировать Вот Находишь Чемлайт Ну Тут Ну И смотришь Чтобы Оно Примерно Совпадало По Синтексу Со всем Остальным То есть Ставлю Курсор Enter Чтобы Следующая Строчка Квадратные Скобки В кавычках Этот Чемлайт Запятая И 50 штук Допустим Ну и после этого Запятую Не забудь И вот Теперь Будет У нас Еще Добавок Чемлайт В ящике Валяции Бокс Медицина В принципе Ну это То как у нас Ящик с медициной Сделан В принципе Тут Ничего Менять Не стоит Identity Оно не работает На игроков То есть Допустим Ты какое-то Особое лицо Хочешь поставить Или особый голос Я например В одной миске Пытался нам Всем сделать Лица негров Но Оно Работает Только на ботов Потому что У игроков Лица прописаны Именно в профиле Игрока И они перезаписывают То что написано В этом Файле Лодалта Дальше Идут Уже именно По Разбивка По ролям Что кому Будут давать То есть Например Офицер Сквадлидер Им дается Лидер Фэшн То есть Амбудирование Лидера Лидер Праймари То есть Автоматы Лидера Сэнгандри Пистолет Бинокль Там Комбат Лайфсейвер Ему дается Одежда Специалиста И оружие Специалиста И так далее Что тут Вот тут есть Автор Райфлмэн По моему мнению Автор Райфлмэн Лучше давать Не одежду Обычного Райфлмэна А одежду Специалиста Потому что Специалиста Бэкпак Побольше И он Сможет Таскать Больше лент Поэтому я Сам уже Вручную Нахожу Автор Райфлмэна И перезаписываю У него С Райфлмэн Фэшн На Спец Фэшн И вторая Вещь У нас В фреймворке Прописано Что Райфлмэн А.Т. Таскает Дополнительный Магазин Для автора Вот они Тут прописаны МГМакс Я их Даю Ну Сам уже Лично Я их Передаю Обычному Райфлмэну То есть Вырезаю Отсюда Нахожу Райфлмэна Вот он Тут Чуть ниже И тут Отдаю Вставляю Магазин Чтобы у Обычного Райфлмэна Одежда Райфлмэна Оружие Райфлмэна И дополнительный Магазин Для пулеметчика Дальше Идут Всякие Эквипмент Типа Рации Там Зажигалок И так далее Тут лучше Ничего не трогать По крайней мере Пока Не разберешься То есть Тут показываются Все различные вещи По GPS Тулкитов И так далее Что кому удается В принципе Это основы Того Как сделать Водаут То есть Убираешь И сохраняешь Этот файл В принципе Я сейчас Тебе Просто Заранее Покажу Как можно Сделать Небольшую Рандомизацию Водаута Но Рандомизацию Это все Водаута Вест Вест Вот Я поставил Так Чтобы Всем Один Тот же Вест Вдавался Например Я хочу Чтобы Там Не знаю Кому Небудь Вдавался Какой Немножко Другой Вест А Блять Суббота Выбора Нет То есть Вот Был Если не ошибаюсь Мультикам Вот Пусть Будет Оливковый У командиров Спорт То есть Вот он Этот Вест Опять же Можно Просто Поставить Два Разных Веста Через Селект Рандом Либо Можно Зайти В Лидер Фэшн Найти Строчку Лидер Фэшн Тут Стояло Нижнее Подчеркивание Вест Вместо Него Прописать Именно Эту Оливковую Разгрузку Типа Вот Сейчас Именно У лидеров Будет Именно Такая Разгрузка В принципе Так Можно Менять Формулу Для Для всех Классов Для Либо Рандомных Дофига Поставить Либо РФМН Выдать Одну Специалистам Выдать Другое Либо Пилотам Другое Либо Можно Вообще Внутри Каждого Класса Вставлять Селект Рандом Чтобы Чтобы Там Куча Разных Было Униформ То есть Вот Сейчас Например Уже Нету Смысла Потому что И так Выше Селект Рандом Стоит Но Там Рафмана Сейчас Будет По рандому Выдаваться Либо То Либо То А У А у Всех Остальных Будут Строго С незаказными Рукавами Можно Вот так Делать То есть Тут Можно Все Менять Настраивать Как хочешь Главное Не забыть Запятую Где нибудь Или Квадратные Скобки Или Кавычки Не закрыть Но Можно Менять Для ролей Куча Разных Форм Потом Потом В принципе Когда освоишься Там уже Можно Добавлять И Новые Классы Оружия И так далее Но уже Потом Как нибудь Спросишь Когда освоишься Мишнмейкинг Ну и По сути Это Вот Все В плане Создания Этого Лодаута Именно Твоих Ну Именно Игроков Насчет Лодаута Ботов Я расскажу Чуть Попозже В принципе Сделали Лодаут Выходим Из Виртура Синала Открываем Эдитор Можно Найти Загрузить Ту же Карту На которой Ты сохранял Миску Можно Просто Любую Карту Открыть Потому Что Ну Как бы Сейчас Откроется Пустая Карта И Потом Нужно Уже Открыть На Саму Миску Сейчас Вот Загрузилась Карта Открыть Открыть Так Как Мы Будем Играть За Вест То Красных И зеленых Можно Сразу Ударять Важно Сделаем Нашу Базу Допустим Вот Здесь То есть До Этого Я Нажал Ctrl X Чтобы Вырезать Бойцов Сейчас Нажимаю Тут Ctrl V И Ну Недостаточно Четко Сказал Я В общем Выделяю Все Что Там Было Рядом С Синим В том Числе Бейсмаркет То есть Нажимаю Ctrl X Чтобы Скопировать И Потом Тут Тоже Ctrl V Чтобы Вставить Как Видишь Многие Вещи Тут Уехали Под Карту Потому Что Они Были Оттуда Откуда Я их Копировал Они Находились На Другой Высоте Просто Выделяешь Тут Вообще Все Нажимаешь Вторую Кнопку Выпадает Меню Тут Есть Трансформ И Snap To Surface И Оно Выравнивает Их Именно По Поверхности Как Надо Ну Дальше Тут Слева Сверху Есть Различные Инструменты Как Назвать То есть Сейчас У меня Стоит Новый Виджет Футкей Единица Он Нужен Чтобы Просто Выбирать Там Можно Потаскать Например Вещи Как Удобно Тебе Таскать Двойка Transaction Vision Это В принципе То же самое Только Можно Более Миллиметровое По XYZ Разделять Есть Еще Rotation Виджет Футкей Тройка Он Нужен Чтобы Вращать Вещи Например Я Хочу Чтобы Они Все Смотрели На Дороге Ну И Заодно Поставлю Вот В общем Идет Наша Стандартная Разбивка По Отрядам Которым Креймворки То есть Первый Это Командир Отряда Тут Дальше Три Крюмана Три Пилота И Три Фаер Тима В принципе Крюманов Пилотов Атомист Я делать Не буду Их Можно Сразу Удалить И Остаются В общем Три Фаер Тима Ну Кроме Лидеров Само Собой Допустим На всякий Случай Нужно Поставить Четвертую Фаер Тиму Потому что Сейчас У нас Иногда Бывает Что И много Людей Приходит На Миски То есть Как Делаем Выбираем Одну Фаер Тиму То есть Третью Копировать Вставить Вот Вставили Появилась Четвертая Фаер Тима Нужно Сейчас Сделать Чтобы Она Не Называлась А3 Так же Как и Третья Фаер Тима Чтобы Чтобы Были На Другом Радиоканале То есть Вот Как Видишь Тут Вот Над Фаер Тимой Из Нее Выходит Прямоугольничек То есть Он Нужен Чтобы Выбрать Всю Фаер Тиму Либо Второй Кнопкой На Него Нажимаешь Выбираешь Атрибуты Либо Тут Вот Сбоку Там Где Покажутся Все Фаер Тимы Выбираешь Альфа А2 Атрибуты И Меняешь Вот Есть Типа Групп Айди А3 Меняешь На А4 И Вот Групп Ченов Это Какой Канал Рации То есть 3 3 Меняешь На 4 4 Нажимаешь ОК В принципе Дальше Не обязательно Хотя Нет Не обязательно В общем Вот оно Сделалось Теперь Это Уже Фаер Тима А4 На Канале 4 4 Потом Выбираешь Именно Самого Тим Лидера Нажимаешь Трой Кнопку Атрибуты И Вот У него Есть Срочка Roll Description Тут Прописано Что Лидер Собака А3 То есть Мы Копируем С лидера А3 Поэтому У него Так И Осталось Тут Тоже Меняем На А4 И В принципе Все То есть Сохранить Вот У нас Уже Есть 4 Фаер Тимы Нету Транспорта На котором Мы будем Ездить В принципе Ящики Уже Стоят И Ладно Имеются Грузовики Из топлива С патронами Дальше Нужно Выбрать Например В каком Транспорте Будут Ездить Справа Сбоку Вот Есть Обжекты Тут Есть Разбивка По странам То есть Синие Это Различные Ну Блюфор То есть Вест То есть 2035 Это Более Менее Ванильные Тут Есть Всякие Там Проамериканская Афганская Армия С Всякими Чувачками Чешская Армия То есть Ну Куча Разных Юнитов И Техники Которую Можно Ставить Вот Например Я буду Ставить Уэс Марин Корпс Ариб Дезерт Я Выбираю У них Карс Машинки И вот Например Вот РГ31 Потому Что Он Типа Нормальный Такой Бронированный И самое главное Он Многоместный Как Проверить Сколько Мест Прямо Отсюда Я не Уверен Наверное Нужно Запускать Именно Игру И там Уже Пытаться Что-то Смотреть Но В принципе Я Таким Не занимаюсь И я Просто Ну Либо Я помню Либо Когда В Виртуальном Арсенале Там Сверху Экрана Там Есть Выбор Чувачок Либо Гараж Выбираешь Гараж Находишь Технику И Справа В верхнем Ну Справа В верхнем Углу Там Есть Там Просто Написано Сколько Есть Слотов То есть Там Пассажиры Стрелки И так Далее В общем Вот я Поставил Эту машинку Но В ней Уже Сидят Пиктура Сидят Боты Нам Они Они Не 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 Нужны То Есть В принципе Я Эту Машинку Удалю Тут Сразу В арми Снизу В правом Нижнем Углу Есть Галочка Будет Ничего Нижнем Я не могу сесть ни на какое место У техники есть Object State Lock То есть закрыт, она не закрыт То есть стоит Default Я не знаю, как он работает Я всегда ставлю Unlocked Ну, чтобы она была Unlocked И тут заодно есть уже Сколько филсы у машинки заранее Сколько топлива у нее заранее Сколько патронов у нее заранее Ну и в принципе Больше ничего менять не надо Все, поставил машинку Как бы Потом просто Ctrl-C, Ctrl-V Ставишь столько машинок Сколько, по-твоему, может пригодиться И все, машинки готовы Заодно сохраняю, чтобы не забыть И стандартную эту Машинку с фореморка Либо спрятать, либо удалить Она уже больше не нужна Как бы Если кроме просто Джипов Можно там ставить Не знаю Скилловки и так далее Ну, это в общем По желанию Остальная техника Ставится так же И также нужно прописать, чтобы Ту же строчку Копировать в стае Чтобы у них Техники Были вещи Чтобы они респаунились И заодно Меняют ту фигню Чтобы она была открыта На всякий пожар Так Дальше Так Сохранили Дальше Уже будем Прописывать Как будет делаться Что будет происходить Миссия Так Какое там Место Выбирал Красиво Я уже и забыл Ну, блин Ближайшая деревушка Что-то базовая Надо было на ней Конечно базу ставить Ну да ладно Ну, в общем Вот деревушка Вот деревушка Миссию Я буду делать Стандартную Для того Что делаю я Надо будет найти И взорвать Блять Ящики То есть Как поставить ящики Тут вот Справа сбоку Есть выбор То есть Есть Блюфор Опфор То есть Это Всякие там Китайцы Русские И так далее То есть В принципе Пока что Они нам не нужны И вот Само Справа Тут есть Пропы То есть Ну Типа Декорации Декорации Тут куча разных Они разбиты По всяким Ну По всяким Разделам То есть Блин На всякие Заборы Там Environment Это камни Всякие И так далее В общем Тут Не знаю Это уже Когда будешь Делать Миску Сам Смотри Что Ну Что Тут Где Есть Что Тебе Будет Нужно В миске Тут Есть Чуть Выше Строчка С Поиска То есть Мне Нужны Ящики Я Набираю Крейт И Вот Тут Куча Разных Ящиков Ну Конечно Кратер И так Далее Куча Разного Всего Иногда Есть Картинки Иногда Картинки Нет Сейчас Найти Букую Что Что Вылет Ящик Созрочат Ну Вот Ящик Созрочат Ставишь Этот Ящик Где Небудь Все Теперь Ящик Стоит Нужно Обозначить Что Это Что Это Именно Особый Ящик Который Нам Нужен Для Миссии Опять же Заходишь Второй Кнопкой Атрибуты Variable Name Как Нибудь Называешь Например OBJ Box Все Окей Ящик Поставили Заодно Можно Как Нибудь Обозначить Что Дело Будет Присходить В Этой Деревне То Есть Там Были Объекты Тут Также Есть Типа Композиции Это Группы Объектов То Есть Там Всякие Fairteam Группы Зданий Базы И так Далее Триггеры Чуть Позже Расскажу Чем Нужны Влейпоинты Вручную Мы их Не Расставляем Куча Разных Систем Это Тоже Более Сложные Там Если Будет Какой-то В твоей Миске Тебе Захочется Поудалять Лишние Деревья И Дома То Это Делается Через Environment То 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 Ну Через Системы Где-то Много Было Я Забыл Environment Height Serene Object И вот Убрался дом Хотя был дом до этого Опять же Вот, убрался дом Опять же, тут в этом объекте Можно поменять его размеры Сейчас помню где На Transformation Size 20 Можно так выбирать с дома Деревья и так далее Ну в общем Маркеры Что самое важное Это вот маркеры Допустим, нужно поставить Objective где-то тут Типа в этой деревне Опять же, второй кнопкой Можно Ну Заходишь в свойства Меняешь, допустим, цвет Меняешь прозрачность И Прописываешь, например, текст Все Подписали Вот С первой карты Будет этот маркер Всегда Типа Зарейте ящик со зрачаткой И тут понятно, что Ну в этом Деревушке Можно делать по-другому Тут еще Есть маркеры Зоны То есть Перетягиваешь И это Будет Определенного размера Зона Ей можно задавать Разные цвета В принципе Это уже По желанию Как ты хочешь Будешь делать Для красоты Ну в общем Поставили ящик Поставили маркер Чтобы он был виден Альтабаемся Ладалт Можно закрывать уже Открываешь Файл Tasker Тут он пока По сути Пустой Открываешь Опять же В браузере Ребеловский Фреймворк И тут Есть Вкладка Wiki Тут по сути Куча Всякой Фигни Для того Как делать Миски При помощи Этого Фреймворка Сейчас Мы будем Пока Прописывать Именно Сами Таски Вот Тут Есть Экземпл Тут Тут Есть Примеры Тасок То есть Создать Таску Ждать Пока Объект В зоне 50 метров От маркера Типа Объекта Может быть Что угодно Юнит Транспорт Ящик То есть Это для Всяких Спасений Заложников Или Привезите Ящик На базу Или Привезите Ящик Из точки А в точку Б Тому Подобного Вот Здесь Например Ждать Пока Объекты Будут Уничтожены Вот Как раз То Что Сейчас Нужно То есть Берешь Копируешь Это Все И Вставляешь В S-code Тут Идут Строчки OBJS То есть Объекты Сюда 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 Нужно Прописать Какие Объекты Должны Быть Уничтожены То есть Это Массив То есть Сколько Объектов Столько Элементов Внутри Массива Должно У меня Он всего Один То есть Это Этот Ящик Вставляешь Заменяешь Остальное Удаляешь Если бы Ящиков Было Неслико То И Тут Через Запятую В этих Квадратных Скобках Эти ящики Были бы Переименованы Все перечислены То есть Box1 Box2 Box3 И так далее Дальше Строчка West Это то Какой стороне Таска Будет Примадлежать То есть Если Делаешь Миссию За West Тут Оставляешь West Если Делаешь Миссию За Up4 То есть East Пишешь East Если Делаешь За Индепендента Пишешь Resistance Потому что Вот в армии Так по кривому Нужно Для Индепенденты Они вроде как И называются Индепенденты Но тут Нужно прописывать Resistance А когда Прописываешь Именно С какой Стороны Ботов Вставить Нужно Прописывать Не Resistance А Гуер Почему Так Ну Хуй его Знаю Task Иди То есть Если Несли 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 Лучше Чтобы У них Были Разные Айдишники По Порядку 1 2 И так Далее Task Description Это Когда Ты Выбираешь Таску Что Там Будет Написано То есть Сейчас Напишу Найдите И Взорвите Ящик Чуть Дальше Серт И Дестрой Это Грубо говоря Короткое Описание То Что Ты Видишь Ну То Что На маркетинг Покажу Нил Здесь Прописывается Сейчас Покажу Например Других Тасок Обычно Многие Таски Состоят В том Что Придите На Маркер Доставьте Что На Маркер И так Далее Вот В других Тасках Есть Маркер То есть Ну Это Именно Objective Точка Objective Куда Нужно Прийти Или Что То Сделать Вот Он Маркер И Прописывает Что Mission Маркер Такой То Есть Типа Неправильно По моему Да В первом Этому Рэбл Неправильно Прописано Вот Например Миссия О том Чтобы Прийти Куда Вот Есть Маркер И тут Уже В самой Миске Тут Прописан Маркер Нижнее Подчеркивание Маркер На Карте Будет Показываться Именно Сам По себе Этот Маркер То есть То Что Нужно Прийти Сюда Как Бы Так Как Я Миску Делаю То Чтобы Им Нужно Ходить Искать И То Помечать Ну Тут Можно Не Позже Маркер Любой Объект Можно Делать Как Бы Делать Миску О том Что Нужно Найти Объект И сразу На Карте Показать Его Объект Не Стоит Чтобы Ничего Не Показывать На Карте Тут Просто Пишется Нил Вот Поэтому Тут И Написано Нил То есть Оно Не Будет Ничего Показывать На Карте Где Что Наход Остальное В Представляешь Так же То есть Это Обычный Синтаксис По Тому Как Назначать Таски Дальше Идет Уже Внутри Таски Wait Until Типа Оно Считает Сколько Ну Живые Объекты Какие Либо Посчитать Сколько Блядь Синтаксис Такой Я Программист Не Очень Хорош Ну В общем Вот Эта Строчка Она Считает В массиве OBJS Сколько Там Живых Объектов То есть Невзорванных Небзорванных 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 То есть У нас Один Объект Поэтому По-любому Будет Один Но Как бы Их Может быть Несколько И как Только Там Становится Ноль Живых Объектов Идет Дальше Как бы В чем Фишка Самого Языка Программирования SKF На котором Миска Для армы Пишется Оно Выполняет Все Постепенно По одной Строчке То есть Комментарий Оно Пропустит Первая Строчка Оно Назначит Что Ага Массив Объекты Это Вот Объект Box Потом Оно До следующей Строчки Найдет Ага Создаем Таску Для Веста Типа Найдите Взарытие Ящик Потом Оно Доходит До Восьмого И тут Уже идет Команда Wait Until То есть Ждать Пока Не выполнится Это условие То есть Все Что То есть Оно Будет ждать Пока Будет Проверять На выполнение Условий В этих Скобках Фигурных А дальше Не пойдет То есть Ну Если Например Тут еще Куча Какого-то Кода Вставить То есть Оно Не будет Выполнять Потому что Ну просто До него Не дойдет Вот Оно Будет ждать Пока Объект Не уничтоженный И будет И тогда Уже Придет Дальше Вот Строчка Типа Прописывать Что Таск Закончено То есть Это имя Должно Будет Совпадать С этим Что Что Таска 0.1 Закончена Все Таска Будет Считаться Выполнена Потом На всякий Случай Лучше Всего Прописывать Команду Слип Сейчас То есть Слип Это команда То что Арма Тупо Ждет Перед тем Как выполнять Следующие Строчки Так же Как она Ждала На команде Wait Until Пока Выполнится Условие Внутри Скобок Так же На слипе Оно Будет Ждать Просто Указанное Количество Секунд Это Нужно На всякий Случай Чтобы Между Всеми Игроками И сервером Между Всеми Все Синхронизировали То есть Вот 5 секунд Оно 5 секунд Будет Подождет Пока Не будет Делаться Что то Еще Допустим Я Следующей Таской Делаю РТБ То есть Верну То есть Делаю Таску РТБ Нужно Подождать Пока Да Вот Тут Есть Как раз Таки У Ребелов Пример Подходящая Таска Ждать Пока 80% Игроков 50 метров От Маркера Все Это Копируется Вставляется Маркер То есть Ну Тут Это Затычки Название Затычки Ребел Вставлял Нужно Ехать На базу Находим Базу Вот Маркер Базы Второй Кнопкой Копируем Не текст И именно Варебл Базмаркер Вест Копируем Вставляем Вот Тут Написано 50 метров А может Ты не хочешь 50 метров Может Ты хочешь Чтобы они Ровно На 5 метров Были Или Ровно На 100 Метров Блять Случайно Вот Как я В этих Случаев Делаю Я Выбираю В маркерах Именно Ариас Я выбираю Круг Я выбираю Круг Круг Он по умолчанию Прописан 50 метров Например Ставлю 100 метров И смотрю Насколько Это далеко То есть Ну Можно Сделать 100 В принципе Это не то Чтобы на пол Карты Но с другой Стороны Не надо Уже Самим Ящиком Впритык Подъезжать Можно оставить 100 Можно поставить 50 И в целом Вот эти вот Ну Этот круг Из маркеров Я часто использую Для того Чтобы примерно Мерить Дистанцию На картах Когда делаю Ниски Особенно Там Всякие Там Зачистить Территорию Там Территория 500 метров 500 метров Это много Или мало И там Нарисовал Поставил Этот круг На 500 метров И смотрю Нормально Или это будет 500 метров Типа Вот например Если бы я сделал Тут Зачистить Территорию То это как бы Гораздо Больше Чем этот Городок И нахуй Не нужно Зачищать Все эти поля Но В общем При помощи Этой фигни Удобно Мерить Расстояние Насчет того Сколько там По обжекцию Будет И так далее Так РТБ В принципе Я Меняю Например Радиус На 100 метров Проценты То есть Сколько процентов Игроков Из живых Игроков Должно быть Допустим 80 процентов Нахуя Ждать 80 процентов Пусть будет 0,5 То есть 50 процентов Доехало И заебись Меняю Таску Таска 1.02 Таск Description Вернитесь На базу Сейчас РТБ Маркер Вот Оставляю Маркер То есть Будет Показываться Маркер База То что Дуда И доехать Ну и дальше Тут уже Строчки Типа Вы Танте Подождите Тут Вот Че Вот Я Даже Не Информа В общем Информатика Там В школе Была Примерно Попытайся Понять Че Это Все Значит То есть Тут В этой Строчке В этих В этих Скобках Меряется Сколько Объектов До От Маркера В радиусе В определенном Маркере От радиуса Причем Объекты Именно Считаются Все Игроки Потом Если оно Больше Равно Вот Это Долгое Вычисление Типа Того Сколько Живых И сколько Ты процентов Поставил Чтобы Оно Типа Доходило Вся Эта Строчка Это Условие На то Чтобы Игроков В радиусе От маркера Было Больше Чем Процент Который Ты поставил В общем Оно Выполнится Выполнится Это условие Придет Дальше Типа Таск 02 Сексес Все Типа Вот Приехали На базу РТБ Совершено Там Не знаю Еще Один Слип На всякий Случай Поставить И Можно Уже Можно Либо Вручную Прописать Сейчас Можно Вручную Пропускать Помишен И Можно Уже Просить Там Вручную Не прописывать Там Я Например Забываю И Просить Админа Чтобы Он Заканчивал Миску То есть Вот Все В Приме Луху Ребу Тут Снизу Типа Помишен Комплит Все Это Копирует Это Типа Оно Вызывает Конец Миски Тут Есть Куча Разных Примеров Мисок Типа Там Подождите Пока Больше Больше игроков В радиусе 500 метров Чем врагов Чем Из Сайт То есть Enemy Сайт Надо будет Прописывать Тут Куча Разных В общем Мисок Таких Более Менее Примитивных Но Для начала Пойдет В общем Вот Мы Прописали Миски Прописали Таски Сейчас Нужно Их Проверить Сохраняем Файл Открываем Арму Тоже Сохраняем Чтобы Применились Изменения Которые Мы там Сделали Так Вот тут Есть Кнопка Play Сценарий Либо Тут Сверху Есть Play Сценарий Play И тут Play Мультиплеер Я Этим Не Пользуюсь Хотя Похорошему Наверное Стоит Нажимать Play Мультиплеер Иногда Чтобы Проверить Чтобы Скрипты Мультиплеер Работали Но Я Делаю По-другому Я Просто Выбираю Какого Нибудь Юнита То есть Либо Так Вот На экране Либо Сбоку В этой Фигне Нажимаю На него Второй Кнопкой Нажимаю Play As Character И Сейчас Миска Запустится Со Мною В роли Этого Юнита Вот Заодно Можно Походить Посмотреть Чтобы Всем Выдалось По крайней мере Оружие Форма Которую Поставил Заодно Подойти К ящикам Посмотри Что в ящиках Все нормально Выдавалось То есть Вот Выдалось Ла Заебись То есть Выдались Чем Лайты Которые Я давал Которые Не нужны Два Типа Ракет Для Базуки Для Смала Все Патроны Повыдавались В общем Все Заебись Ну Сейчас Брест Домолишен Блок Квакер Медицинский Ящик В принципе Можно и не Смотреть Там Все Должно Нормально Работать Если Нигде Ничем Не Колыпаться Заодно Подходишь К технике Проверяешь То Что В нее Можно Залезть Все Техника Работает Можно На ней Ездить Заодно Проверяешь Типа Вот Микродагр Он на Home Включается Если Что Там Можно Конечно Нарисовать Макаронину На карте И саму Поехать В эту Деревушку Либо Можно Уже Просто Телепортироваться По карте Через Control И Ну Self Interaction Меню Тут Снизу Есть Квап Квап Меню Нажимаешь Switch Admin Actions Снизу Появляется В левом Нижнем углу Сообщения Что Типа Admin Action Is No True И Потом Просто На карте Основной Кнопкой Кликаешь И Телепортируешься Куда Тебе Удобно В принципе Если Ты В этот Момент Сидишь В машине То Ты Будешь Телепортироваться Вместе С Машином Ну И Заодно Когда Включены Админ Ну Админ Это Фигня То Ты У Тебя Работает Но Клип Ты Ходишь Сквозь Стены И Заодно Ты Ну У тебя Включается Год Мод То Есть Боты Тебя Не Могут Убить И Большую Часть Времени Ты Для Нех Невидимый Но Если Пострелять Чтобы Они Обратили На Тебя Внимание То Они Тебя Увидят И Начнут Уже Стрелять Так По Моему Где То Тут В В В Телепортируешься Ага Нашел Ящик Ставишь Взрывчатку Чтобы Проверить Что Вообще Его Можно Взорвать Потому Что Некоторых Объектов Прописано Настолько Много Холсы То Что Их Хрем Взорвешь Поставил Клакер Ну Конечно Вот этот Красный Трехугольник В Эдитере Его Показывают Что Там Взрывчатка Твоя Стоит А Заодно J То Найдите И Взорвите Ящик Это Именно Сам Текст Таски То То есть Его Можно Делать И Длинным Есть Сокращенное Обозначение Ну Сокращенное То Что Таска Это Вот Сершный Дострой Вот Это Сершный Дострой Оно Будет Показываться Взорвал Ящик Таски Комплитит Так Как На Базе Сейчас Находится Блин До Хрена Ботов Скорее Всего Таска Выполнится Я Не Помню Но Считает Только Ботов Или Считает А Не Он Только Игроков Значит Считает Ну Опять же Отправляешься Поближе К базе Там Я Поставил 100 метров Вот Заодно Кстати Вот Когда Нил Ну Когда Было Прописано В Таске Нил Вместо Маркера Тут Ничего Не Показывалось Когда К РТБ Уже Прописал Маркер Базы То Оно Вот Видишь Ставит Такую Метку Оно Видно На карте На радаре Ой На GPS Вот Эта Пометка 3D Spot Он Работает Он У нас Отключен Он Работает Только В Эдитере Доход Вот Я Дошел На 100 Метров РТБ Лучше Когда Последняя Миска Уже Выполнилась Сразу Самому Сжать Escape И Return To Editor Потому Что Иначе Оно Начнет Показывать Тебе Окошки Типа Сколько Ты Убил И так Далее Лишние 20 Секунд Будет теряться Чтобы Все Это Загрузилось Прогрузилось В общем Короче Вот Сейчас Я проверю То Что Миска Работает Таска Работает Сейчас Нужно Ставить Бота То Есть Сейчас Буду Объяснять Как Ставить Бота Опять же Framework Wiki Тут Есть AI Functions Есть Есть MyDuck Ну Или Muduck Как мы его называем Это Написан Написан Ребелом Две Фигни Для Того Чтобы Расставлять Более Менее Автоматизировано Динамически Ботов То Есть Начну Сначала С AI Functions То Тут Простые Ну Функции Типа Первая Вызывает Функцию Типа Создать Группу То есть ГРП Это Будет Имя Группы То есть Если Ты Несколько Групп Хочешь Таких Создавать И Нужно Разные Имена ГРП 1 2 И так Далее Но В принципе Если честно Вот 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 Этими Четырьмя Первыми Примерами Сейчас Уже Нету Смысла Пользоваться Так Как Есть Мудак Поэтому Я Сразу Перейду К Объяснению Вот Этой Строчки ГРП Потом Идут Уже Строчки Стаска Тут Вот Группа То есть Название Группы Пусть Допустим ГРП Б То есть Б Это Типа Бункер Но Это Я Для Себя Так Обозначаю Ты Можешь Как Хочешь Тут В квадратных Скобках Куча Параметров Есть Первый Параметр Это Поз То есть Это Позиция Как Как Проставлять Позицию Позицию Удобнее Всего Проставлять Ну Тут Тут Нужны Координаты Как бы Сидеть И в армии Угадывать Какие Какие Координаты В игре Неудобно Поэтому Мы Используем Команду Get Marker Position Тут Она Заодно В примере Указана Копируешь Get Marker Position Вставляешь Как бы Какой Маркер Сейчас Нужно Здесь Поставить Маркер На котором Именно Будут Ну Вокруг Которого Будут Спавниться Эти Боты То есть Можно Поставить Обычный Маркер То есть Какую Немную Точку Допустим И Потом Просто Альфу Убрать В ноль Чтобы Она Была Прозрачной Либо Как Делаю Я Я Выбираю Ариас И Выбираю Тут Эллипс Ну Эллипс Круглую Зону То есть Вот Поставил Это Ну Я знаю Что Они 50 метров Получаем Думаю Бля Маленький Дай-ка Я увеличу На 100 метров Вот Все Заебись 100 метров Теперь По сути По всему Городу Будут Эти Могут Заспавниться В домах Враги Я Маркер Этот Как Называешь Например Маркер В Б По Бункер И Убираешь Альфу Опять же В ноль Чтобы У игроков Он не был Во время Эмиссии Показан Большой Круг Чтобы Никто Не думал Ага Хули Тут Круг Тут В общем Меняешь Типа Гитмаркер Позишн Маркер Б Бункер Сайт То есть Это Ну Ист Там Бест Индепендент Это Ист И Если Я не ошибаюсь Сейчас Я проверю Вроде Б Тут Он Должен Быть Кавычка То есть Ребу В примере Тут Нет Кавычек Но Сайт Должен Прописан Быть В кавычках Ну Да Окей Да Хорошо В общем Сайт Должен Быть В кавычках Сайт Сайт В кавычках Радиус Прописываешь Ну В общем Радиус Того Это Называется Того Маркера Который Я использовал Для измерения Расстояния То есть 100 метров Каунт То есть Сколько В сумме Всего Должно Быть Ботов Заспаунено В бункерах Допустим 20 Скилл То есть Это Скилл Ботов Он Тоже В кавычках Берется Он Скилл У нас В файле Каунт 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 Как бы Я Советую В бункер Ставить Либо Лоу Либо Хай Потому Что Они Блять Сидят В ёбаном Бункере Блять Через окно Хуй Видно И поэтому Ну Хай Ставить Вообще Пиздец Опасно Лучше Низкий Ну Либо Средний Допустим Вот Низкий Я поставил Трешхолд Трешхолд Это Сколько Ботов В одном Здании Может Заспавниться То есть Если Поставишь Пять То Там Может Быть И по Пять Ботов В одном Здании А Если Поставишь Два То Будут Только Максимум Два Бота В одном Здании Вот Я поставил Два И Стенсис То есть Ну Какой Станц У них Может То есть Вот У Ребел Тут Пример Ну Пример Это Вообще Как бы Какие В армии Есть Это Auto Down Middle Up Ну Не то Что В армии Но В общем Auto Я не Помню Что Не знаю Если честно Что Это Наверное Боты Сами Выбирают Как Хотят Down Это Они Строго Лежат Middle Строго Сидят И Up Это Строго Стоят Я Советую В бункерах Всегда Ставить Up Чтобы Они Всегда Стояли Потому Что Как бы Они И так Бывает Что Сквозь Стены Стреляют Когда Стоят А если Они Лежат То Они На этаж Ниже Будут Стрелять Если Они Сидят То Опять Ж Есть Шанс Что Они Сквозь Пол Или Сквозь Стену Ствол Просунули Я Рекомендую Всегда Ставить Stance Up То Тут Вместо Станц Прописываешь Еще Одни Квадратные Скобки И Тут Уже Через Запятую Какие Станции Ты Хочешь Делать Например Middle Запятая Up Я Рекомендую Всегда Ставить Только Up Чтобы Они Стояли Чтобы Чтобы Они Не Прятались За Окружением И так Далее Ну Вот Поставили Один Бункер В принципе Сейчас Можно Рядом С Ящиком Чтобы Тут Было Опасно Поставить Второй Бункер Для Этого Нужен Еще Один Еще Один Маркер Вот Сейчас 50 метров Сильно Уж Дохуя Маркер Поэтому Например Поставлю 10 Ну Маловат Поставлю Например 20 Метров Чтобы Вот Здание В котором Этот ящик Стоит И заодно Два Соседних Здания Чтобы Там Дополнительно Еще Спамили С Кими С Врагами Называю Его Маркер B2 Опять же Альфу Убираю В ноль Чтобы Не Показывалось На Карте Дальше Можно Просто Скопировать Отсюда Эту же Б2 Маркер Б2 Ист Дистанция Спауна 20 метров Вроде Я ставил Допустим Не больше 10 человек Всего Не больше Трех На здании И вот Все Теперь Дополнительно Еще Вокруг Обжектиза Еще 10 Врагов Будут Заспауна Как бы Точки Где Могут Стоять Враги Они прописаны Ну Насчет Зданий Они прописаны В армии В самих Зданиях В картах Но Если хочешь Теории Ты можешь Уже И сам Взять И поставить Вручную Ну Как бы Смысла В этом Особого Нету Мы сейчас Уже Я думаю Ну Я уже Вообще Не использую Обычных Вручную Расставление Врагов Может быть Кто другой Использует Может в твоих Миссиях Это понадобится Ну В общем Можно вручную Но Сейчас Мы это все Автоматизируем Вот мы Расставили В бункерах То есть Боты будут Сидеть По зданиям Как сделать так Чтобы они Например Ходили По самому Городку Для Для этого Мы уже Будем Использовать Не AI Functions А MyDuck То есть Muduck 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 Это более Менее Динамическая Система И более Удобная Здесь Опять же Тут Переходишь Во вкладку Триггеры Выбираешь Именно Триггер На котором Не указана Дистанция Потому что Раньше Был баг С тем Что Другие Триггеры Не работали Я не знаю Починил Рэбл Или нет В общем Берешь Простой Триггер Флажок Выбираешь Его Называешь З1 Зона 1 Прописываешь Ему Размер 200 На 100 Метрах И Выбираешь Форму Прямоугольную Допустим Еще чуть Поворачиваешь Его На 20 Градусов Чтобы Оно Совпадало С дороги Градусы Указываются Считаются По часовой Стрелке Поэтому Что в другую Сторону Можно Просто Нажать Минус Либо Можно Нажать А нет Тройка Не работает А нет Можно Нажать Цифру 3 И просто Крутить Вручную То есть Вот эти Слева Сверху Инструменты Их Можно И тоже Использовать Для того Чтобы Окрузить Зону Вот я Поставил Зону 1 Она Будет Занимать Почти Весь Городок И Теперь Нужно Прописать Зону 1 Допустим Вот Зона 1 Тут У Ребл Вики Зоны Первая Это Первая В строчку Которая Именно Создает Саму Зону Зона 1 Страна East Сложность Ботов То есть Сложности Бывают Low Normal High Пусть Будет Normal Дальше Нужно Эту Зону Населить То есть Чуть Ниже Поплоид Зон Тут Есть Разные Разные То есть Infantry Ну Infantry Вилл Трак Эйр Навал Есть Еще С Небольшими Изменениями Пример В общем Допустим Сначала Простой Вот Зона Копировать Вставить То есть Вот Зона 1 Здесь Будет 3 Отряда В Котором Будет 5 Плюс 1 Человек И У них Будет 10 Вайпонов Ну Вайпоинты Отвечают За то Насколько Разнообразный У них Будет Путь Патрулирования В принципе Трогать Не стоит Более Важно Это Количество Сколько Будет Отрядов Вражеских И Количество Врагов Именно В самом Отряде Обычно Я Стараюсь Делать Так Чтобы Было Много Маленьких Отрядов Нежели Мало Больших Отрядов По моему Так Интереснее Чем Ты будешь Просто Расстреливать Одну Большую Толпу Вместо Этого Лучше Будут Три Маленьких Отряда Пытаться Что-то Тупить Тактикулить Пытаться Игроков Обойти И так И так Далее Поэтому Я Ставлю Например Количество Отряда Три Плюс Один То есть Это Будет Отряды По Четыре Человека И Допустим Пять Отрядов То есть Двадцать Врагов Будет Ну Будет Пять Отрядов В сумме Двадцать Врагов Они Будут Патрулировать Всю Эту Зону Этой Деревушки Как бы Я Использовал Зон Эдинфантри То есть Оно Добавляет Пехоту Тут Есть Ниже Чуть Более Сложный Эдинфантри В чем Он Состоит Тут Есть Дополнительный Еще Параметр Он Отвечает За то Будет Ли Зона Стартовать Сама По себе Наполненной Либо Пустой Если Поставить Тут True То Зона Будет Стартовать Пустую И Будет Наполняться Только Из Кэмпов Кэмп Я сейчас Объясню Что такое Но Как бы Если тебе Нужно Чтобы Сразу В зоне Были Враги То Используют Обычный Вот этот Импант Тут Есть Вот Зона Под Вилет То есть Это Колесная Техника И чуть Ниже ТРЦ То есть Это Траковая Техника В принципе Оно Отвечает Не столько За то Какая Будет Техника Сколько За то Как Эта Техника Будет Себя Вести Она Отвечает За Поведение Потому Что Колесная Техника В армии Прописано Что Она Старается Как Можно Больше Ехать По Дорогам А Траковая Техника Ездит Просто Повсюду То есть Конечно Она Не пытается Сравлять С землей Всякие Заборы Но Может И в общем Траковая Техника Она Может Просто По полю Кататься Колесная Старается Всегда Ехать По Дорогам Но Как Бы Всегда Можно Прописать Танк Туда Где Прописывается Колесная Техника И Там Будет Просто Ехать Всегда По Дорогам Либо Можно Прописать Технику Там Где Прописывается Траковая Техника И Техника Будет Ездить Где Попало Тут Есть Air Naval То есть Воздушная И Водная Техника Как Понятное дело что водная спавнится только на воде и если как бы зона в зоне нету воды то техники не за спанцы если не ошибаюсь я не помню как-то работать вот первым а может он и не пробовал дальше кэмпы как бы для чего нужны кэмпы кэмпы нужны чтобы обеспечивать врагам подкрепления то есть мы убиваем врагов но как бы чтобы не просто убили и зашли нужно добавить небольшой интерес пусть например будет врагам подходить подкрепление вот например допустим вот это вот лес будет приходить подкрепление то есть опять же ставим еще один триггер ставим в принципе размер триггера не обязательно указывать называем кэмп допустим c1 обычно так называем ну это как тебе удобно опять же тут копе тут есть эти команды на создание кэмпов тут есть три команды первое это самая простая она создает кэмп с именем c1 true это отвечает за то что кэмп сразу активирована сразу работает это пустое это она указывает на то что кэмп не будет наполнен никакие ну там не будет готова никаких подкреплений а за это один это какую зону будут бежать подкрепление из этого кэмпа в принципе первую строчку использовать нет смысла есть вторая строчка то есть тут тоже самое кэмп c1 сразу true сразу активированы но тут уже сразу подготовлены подкрепление то есть тут будет подкрепление 10 отрадов пехоты 10 единиц колесной техники 10 не страковой техники 10 единиц воздушной 10 морской и приписан этот кэмп будет зоне цель z1 копируем вставляем например редактируем сколько будет прикреплений то есть например пусть будет всего лишь пять отрядов пехоты ноль техники но и ноль всего остального хотя кажется не помешает уже не сделает как бы так потому что зон с техникой все равно нету а хотя поставлю на все сейчас зону с техники что показать вот мы поставили к м он будет работать на зону c1 до в зоне z1 будут убивать отряды из кэмпа будут спавниться именно отряды и бежать туда то есть пять отрядов подкрепления будет если что спавниться так создам еще для примера один одну зону с этим с техничками допустим а больше 300 назад ну можно назвать там за два или забы как я называть по зон вихи как чтобы не путать ну главное просто главное как нибудь назвать чтобы не путаться опять же зоны не обязательно делать симметричными то есть их нужно вот например такие вот вытянутыми сделать это уже на твое усмотрение вот я сделал zv можно скопировать например строчку насчет создания зон сверху куда-нибудь и тиснуть не забыть переименовать за твое и сложность я советую сложность техники всегда ставить лоб потому что техника и так может легко развивать а если им еще и поставить высокую точность и скорость прицеления то это будет вообще жесть поэтому всю технику я советую делать лоб ну и нужно наполнить зону чем допустим для примера поставим одну технику один одну единицу вели техники велит то есть одна штука техники это второй параметр это сколько будет ботов пассажирских слотах то есть слоты которые не нужны для функционирования это технички то есть все кроме водителей стрелков то есть например если просто есть кинуть сидячие места внутри блины технички то там можно будет написать два и там будет много дополнительных бота сидеть ну или количество импоинтов неважно ну и на всякий случай добавлю ну не то что на если будет для примера траковую технику опять же вот зв 1 единица траковой траковой техники никого лишнего внутри вот прописали зоны и допустим еще для ну ладно для начала так вот прописалась прописали зоны сохраняем смотрим как заспаунились враги вот уже кстати слева снизу было сообщение что но бункер позишен наде на на таких-то координатах значит в каком-то из домиков не прописано нормально эти места для людей там не будут сидеть никого в бункере включаю админ экшен телепортируюсь вот уже катается машинка вражеская чертег потому что я пока не менял ничего в плане того какие будут юниты ищем 9 пик туру чтобы у нее посмотреть но вот вот на бункере запах заспавнилась пик тура пик тура тут еще где-нибудь домах может быть буду стоим заспавлен в принципе вот бегают отряды это именно которые создавались в зоне то есть вот там командир 1 бежит 1 2 3 чувак за ним бегу в принципе чтобы заранее заранее посмотреть где кто бегает можно нажать на кнопку y и тогда открывается зевс заранее можешь себе записать что на игре в зевсах открывает открыли зевс можно камерой летать смотреть как где что заспавнилась то есть вот тут просто патрулируют отряды вот тут по бункерам по зданиям заспавнились юниты вражеские и вот тут если не ошибаюсь мой объектив находится и вот тут почему-то арма не нашла в этих зданиях ни одной позиции для того чтобы поставить юнитов хотя таком же здании по сути вот тут юнита форма смогла поставить иногда в армии случается такая херня и как бы это решается грубо говоря методом тыка то есть возможно нужно там на пару пикселей в сторону сместить маркер вокруг которого ты спалнишь и сделаешь бункер либо можно попробовать например поменять размеры этого радиус вокруг которого мы у спавнится враги ну спалниться люботы в бункере в общем она странно в армии работает поэтому принципе можно пару раз человек попробовать сделать может быть сработает может быть не сработает но как бы это все более менее делать с методом тыка вот заспаунились всякие боты которые патрулируют вот кстати вот траковая техника которая катается где попала давит кусты в то время как техничка она строго едет по дорогам но иногда у нее случается вот такая вот фигня она очень хуёво разворачивается на 180 градусов то есть как бы тут куча свободного места но просто взять развернуться вот не может вот тупик вот так будет пять минут наверное по миллиметрику сдавать назад дергать колесами пока у него чего-нибудь не стукнет он не сможет развернуться и поехать а может ничего не стукнет он так и останется тут стоять купить как бы весь тут а и ботов по спайдинг по дорогам это сделать все очень сложно поэтому она работает очень плохо как бы иногда все заебись иногда все плохо как бы и тут ты ничего особо и не сделаю как бы это не проблема мудака не проблема фреймворка это именно уже проблема того как а и как папа и послали нка и работает в армию в общем все мы убедились что бот исполнится но хотелось бы чтобы исполнились блин а не фичер тег сисатовский а спаунили скин там исламский блин на террористы или щуки еще кто-нибудь возвращаемся в эдитар находим просто коем-нибудь свободное место на карте в поле переходим в object тут выбираем up for желательно если ты игра но хочешь играть вот ну если ты играешь за с контакт не ставить ну я прописала то что врагом является ист и скажем так в ист лучше не ставить блюхоровские юниты потому что у них начинается корежево с поведением и они сразу переходят на на сторону веста и ты как бы они будут твоими друзьями ты не сможешь не нормально воевать поэтому если играешь за вест против иста то и врагов лучше подбирать в исти ну смотрит что тут есть тут есть блин хизбалла хамас всякие бука-харам аль-кайда там их из где-то был от исламик стоит корей корейская армия блин этом россия куча разных россии из разных модов там сирийская арабская армия такистане там зомби есть талибан есть допустим будем играть против талибана открываем талибан находит открываем мэн и тут куча разной тальбанской пиктуры как бы из обязательного нужно поставить какого-нибудь командира то есть вот либо тим лидера либо а тут нету варлорна в общем ставим тим лидера который чуть выше потому что у него скорее все будет под ствол для вида ну и потом просто запихиваем куча разных юнитов которые против которых хотелось бы воевать вот медик допустим тут есть два машин ганера разных есть вот это и райфлман как бы вот это это сейчас юниты с мода cfp комьюнити фэкшн фэкшн проджи и у них работает небольшая рандомизация то есть например вот я ставлю рафмана касса 47 самого верхнего вот он так выглядит вот у него оружие я ставлю того же самого рафмана к 47 вот он уже выглядит чуть-чуть по-другому ну как бы визуально прикольно то что боты выглядят чуть-чуть по-другому там всяких экспозиции специалистов можно снайперов если тебе не жалко игроков которые будут играть можно там слезы милом чуваков которые там тоже будет возможно в аншоте может и нет гренадёры чтобы спать ствол хуячи в общем подбираешь примерно кого бы ты хотел поставить и ставим потом выделяешь их всех вторая кнопка тут лог и лог классисту клипборд то есть копировать классы в бункер потом опять же чисто документ до вставляешь и вот они все эти классы этих тех бойцов куда я сейчас нужно прописать есть файл который называется кф а и тут есть вот массивы из best гуи это список юнитов которые будут использоваться этой фракции то есть вот infantry сюда сейчас внутри этих скубок фигурных нужно прописать всех этих бойцов ну копировать ставить то есть вот тим лидер вместо того который был ванильный тим лидер медик машин ганер в принципе порядок особо не важен ну желательно чтобы тим лидер был самым первым то есть вот у меня тут был одинаковый рафмана два раза в принципе можно их еще раз рафмана этого прописать чтобы был выше шанс что выпадет рафмана то есть вражеские отряды наполняются по принципу обязательно ставится лидер и плюс там в рандомно какие-нибудь из этих чуваков все прописываешь лишних ванильных и чертейковских юнитов удаляешь все пиктура прописалась сейчас технику то есть этих пацанов можно удалить находим машины что тут есть дацун пикап без пулемета дацун пикап с пулеметом прага технику а это пулемет калашникова а там если не ошибаюсь ну допустим в качестве обычной технички поставлю технику с пулеметом калашникова вот она будет такая как бы сюда же нужен какой-нибудь водитель но в принципе у талибана нету специализированных ролей водителя поэтому можно просто будет потом скопировать рафмана в качестве водителя как бы не повред уже не будет ничего не сломается ничего не повредит и заодно вот этот вот оффроуд с фифтикелом я его буду использовать в качестве ну траковый техник скажем так чтобы он не просто ездил по городу а ездил вокруг города как так опять же выделяю их копировать копировать классы буфер обмена вставил вот технику пк тут тут вот вот есть крю велит армор и так далее то есть какая техника будет использоваться технику с пулеметом калашниковым вот я копирую сейчас оффроуд и оффроуд я уже вставляю в армора технику чтобы у него было другое поведение чтобы он именно пытался как ебанутый по полям ну и удаляю лишние звертековскую технику также есть позиции крю и хелепаут как бы сейчас они ванильные нахожу просто райфумена с АК-47 и ставлю вместо крюмена то есть теперь за рулем и за пулеметом будут райфумены с АК-47 как бы я сейчас в местах пилота вертолета поставил рафумена это делать было не обязательно потому что вертолетов в Талибана все равно не будет и никто бы это не увидел какой у них там пилот стоит все теперь можно сохранить этот КФАИ удалить лишнюю эту технику с карты ну и например загрузиться за какого-нибудь другого юнита чтобы проверить что у него нормально там в рюкзаке есть место чтобы положить две ракеты допустим вот заспавнился место есть еще может там что-нибудь напихать попробовать но это ну это не особо важно вот я свичнулся включил админские действия зеленые зоны они по умолчанию включены в этом во фреймворке чтобы было удобно тестировать миску ну пока я тестирую потом потом под самые последние последний последний элемент создания миссии я ставлю чтобы они не были показаны игрокам чтобы когда играешь не было ну этих зеленых зон на карте и вот кстати вот траковая техника она и по полю ездит и когда попала а та техничка вот строго по дороге и вот в той техничке сзади сидят еще два чувака это просто пассажиры которые я прописал что должно быть два пассажира в то время как в траковой техничке куда она блять уехала не знаю в общем в траковой техничке я таких не прописывал а там ни места особо нет ну в общем вот теперь бегает талибан ездят машинки именно технички а не фичертейковские каратели вот я сейчас так как у меня включен годмод я для них в общем то невидимый я сквозь них прохожу но если я постреляю они обратят на меня внимание то есть иногда в них есть смысл пострелять просто чтобы убедиться что оружие из мода который ты им дал нормально пробивает броники которые у них стоят которые прописаны у этих видов юнитов ну блять 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 сука подавляют в секунду надо будет попросить чтобы поменяли свойств подавления пиздец ну вот кстати вот до этого я вроде как и невидимый был но сейчас я очень даже для них видимый я не очень то уверен как это работает ну и хрен с ним ну вроде как умирают быстро и хрен с ними блять а этого я не могу попасть что ли или у него оружие блокируется пули ну в общем основная работа по созданию миски готова то есть объектив готов боты расставлены странно конечно что они в этих зданиях не спавнятся хотя в похожих зданиях других они спавнятся ну да и хрен с ними а не вот сейчас заспавнился как видишь хотя до этого было пустое здание ну в общем попробую выполнить эту миску взорвав дом из малах на футболе такое вот в общем ну так понятно что что Ну, как видишь Сосмава уничтожить этот ящик Не так уж и просто Или я неправильно в дом стрелял Все неправильно Как бы Взрывчатки у меня сейчас на моем игроке нет Поэтому я Просто телепортируюсь назад На базу, чтобы взять взрывчатки Чуть-чуть Все, взрывал ящик, убедился, что миска работает РТБ РТБ работает По сути, основное готово И остаются мелочи То есть, какие мелочи остаются Тут сверху есть складка Атрибуты General То есть, пишешь название миски Как бы В армии, когда миска грузится И вообще играется Там в нескольких местах Название миски прописывается И за каждое место, где оно будет прописываться Отвечает Отвечает другое место, где нужно прописывать Скажем так То есть, пишешь название миски Пишешь автора Потому что Для загрузки обязательно нужно указывать имя автора Почему-то То есть, окей Тут же в атрибутах Есть Параметр Environment То есть, тут можно Менять уже День недели Время дня Или ночи И так далее То есть, вот Например, утро Можно менять погоду То есть, оверкаст Это количество Облаков То есть, вот так Тут прям Можно Правда Кисель Порху Получил Тут есть Туман Можно С разными Деталями Тумана играться Есть Дождь То есть, есть Старт И Форкаст Если Ну То есть, как будет В самом начале Низкий Как оно будет Изменяться В течении Миски За то, как будет Изменяться В течении Миски Отвечает Вот тут До этого Закрытая вкладка Weather Forecast Я так Если я не ошибаюсь Пирог Меня поправит За сколько Времени Оно Пройдет От старта До Форкаста То есть Например Я ставлю Час Обычно Мы играем Миску Час То есть Допустим За час Оно С такого Ебанического Тумана И облаков 63% Оно Пройдет До Облаков Вот даже Облака 80% С облаков 80% Оно пройдет До облаков 3% И до 0 тумана Ну или Как-нибудь так То есть Также Можно менять С дождем С молниями С этими С волнами С ветром Как-бы Ветер сильный Ставить Лучше не стоит Потому что Это выглядит Глупо Когда Деревья Грубо говоря Там под 45 градусов К земле стоят А пихтура Может нормально Ходить Без всяких проблем Ну в общем Меняешь погоду Выбираешь Какое тебе нравится Время дня и ночи И тут Если не ошибаюсь Сюда Нажимаешь Пока Save Alt Таблишься В ВС коде Находишь Файл Description EXT Тут Находишь строчку Onload Name Это будет Название Того Как будет Называться Миска Опять ждут Автора Прописываешь И сохраняешь И я еще До этого Говорил Насчет того Что Зоны Показаны На карте Зелеными отметками Когда ты Ну когда ты играешь Чтобы это Отключить Находишь Файл FN Settings Тут вот есть MyDuck MyDuck Enable Debug Hint Вместо True Ставишь False Сохраняешь И все И теперь Именно во время Игры На самомиссии Зоны Зоны не будут Показываться Если я не ошибаюсь Да Это уже все Да Заодно Чуть Чуть Расскажу Допустим Ты делаешь Несколько Тасок Например Первая Таска Зарвать Ящик В одной Деревне А вторая Таска Зарвать Ящик В другой Деревне В этой Например Как бы Вот ты Сделал Одну Таску Первая Таска Ее Выполнили Слип Желательно Чтобы Этих Игроков Респаунил Не админ А именно Ну Сама миссия Их Респаунил У Ребола В примерах Вики Есть Framework Functions Вкладка Там Снизу Есть Спектатор Revive Вот Эта Строчка Post К К Прописываешь Post Post Это Позиция То есть Вот как Выше Мы это Делали Команды Get Marker Post Ну и потом Какой Ставишь Ставишь Комисс Маркер Возможно Делаешь Его Абсолютно Прозрачно Чтобы У вас Ранее Не было Видно И Вот Они Сейчас Ну Типа Возродятся Потом Делаешь Вторую Таску После Возрождения Будет Играться Вторая Таска И после Второй Таски Будет Третья Таска РТБ Или РТБ Не будет Чем Типа Того В общем Так делаются Респауны Путем Прописывания Это В миску То есть Framework Functions Spectator Revive И тут Вот Revive For Players Типа В квадратных Скобках Прописываешь Позицию И все И оно Будет Ревайзить Ну Вроде Б И это Все После Этого Открываешь Арму Последний раз Нажимаешь На save Чтобы Точно Все Сохранилось Потом Сценарио Экспорт Экспорт Мультиплеер Оно Экспортируется В мультиплеер В принципе Можно Это Можно Всю Арму Закрывать По сути Потом Опять же Идешь Сейчас Идешь Уже В саму Папку Где У тебя Установлено Арман Ну И точнее Где У тебя Установлены Бот Ой Модуль Модуль Среди Модов У нас Скачано Operation Uploader То есть У него Такая же Конка Как у Лаунчера Только Он Затем Прописывает Загружает Миски На сервер Пароль Вот Он Есть Сейчас Я проверю Вроде Б Пароль Прописан Еще Блядь Я кнопку Отпустил Вот тут Пароль Тут Галочки Ставить Не надо Сейчас Я этот Пароль Проверю Вроде бы Он у нас В дискорде Прописан Ну да В дискорде Mission Making Helpdesk Попроси Чтобы Тебе Тоже Тебе Дали Статус Рекон Офицера Чтоб Ты мог Сюда Зайти Потому Что Оно Тут Ограниченное В общем Пароль Для Оплода Мисок Вот Он Тут За Спойлером Прописан Мы Его Никогда Не Меняем Он Уже Лет 5 Так Или Не Больше Я Даже Я Если Честно Не Помню Возможно В самом Оперешен Оплодере Когда Его В первый Раз Включаешь Пароль Уже Прописан Я Просто Не Помню Но Если Что Искать Его Вот Тут Либо Спрашивать Меня Пирога Кобур Принта Чтобы Тебе Дали Пароль И Прописали Тебя Как Рекон Офицера Чтобы Ты Мишен Мейкер Рекон Офицеры Это У нас Мишен Мейкер Ну и Все Тут Селект Мишен Миски Они находятся Именно В самой Папке Армы 3 То есть Там Есть Папка MP Мишенс И тут Есть ПБО Файл То есть Туториал Форжак Который Я делал Выбираешь Его Нажимаешь Открыть Нажимаешь ОК Оно Загрузило Все Миска Готово Если Ну Миска Готово Миска Загружена Если Ты Вдруг Забыл Что Ой Что-то Я там Забыл Сделать Добавить Поменять Меняешь Снова Снова Сохраняешь Снова Экспортируешь Снова Отводишь Какие Вопросы Есть Может Я что Плохо Объяснил Получше Объяснил Ох Параллельное Ну Сразу Сразу Ты В параллельное Захотел Сейчас Я открою Какую-нибудь Старую Миску С параллельными Трасками Желательно Последовательно Ну Хотя бы Первые Две Сделаю Последовательные Сейчас Я вспомню Камни А там Миска Вообще С параллельными Трасками Здравствуйте Да Это Австралийская Миска Ну Ну Да В общем Как делать Именно Параллельные Таски Как я Объяснял То что Арма Делает Все постепенно Построчно Но есть Команда Спаун Которая Которая Позволяет Делать Параллельные Трэды То есть Допустим Параллельно Таску Сделать То есть Выглядит оно Вот так вот То есть Квадратные Скобки С условием Когда оно Должно Задействоваться Оставляем Пустое Чтобы оно Просто Задействовалось Когда арма Сюда доходит Спаун И В квадратных Ой Фигурных Скобках Внутри Что-то Прописывается Вот например У меня тут Прописывается Таска То что То есть Есть маркер Который Называется Маркер 1 1 Сейчас Я его Покажу Вот он Маркер Вот он Маркер 1 1 Точка Вот это Вот Это типа Один кусок Города Захватить И в общем Вот прописан Маркер 1 1 Радиус Округ него 250 метров Враги Ист Опять же Вывет Антил Чтобы нас Было Больше Чем врагов Слип 2 секунды Потом Делается Ну это Конечно Не обязательно Это больше Для красоты Через команду Remote Exeg Вызывается Команда System Chat Который И это Она нужна Для того Чтобы В чатике Ну Смело Снизу В углу Была написана Западная часть Порта Под нашим Контролем Ну и тут Заодно Всякая Бодяга Типа Поменять Цвет Маркера Маркер CQ1 На зеленый Это что А Ревайвнуть Игроков На базе И вот Заодно Я Сделал Заранее Эти Глобальные Переменные Клп Кью Сик Кью 1 2 И 3 То есть Они отвечают За то Чтобы Контролировать Какие Зоны Захваны Какие Зоны Мы Отвоевали То есть Сначала Они Все Прописаны False То что Они Типа Не Отвоеваны Тут Они А Тут Они Прописаны Типа Ставится True Вот я Это не учел Конечно Сейчас Когда тебе Объяснял Но Сейчас Где Она Именно Сама Таска Чтобы У тебя Было Ну Когда Открываешь Карту Чтобы Там Было Написано Типа Таска Такая То Верните Контроль Над Портом Это Делается Одной Строчкой То есть Вот Строчка Как я Показывал Вначале Типа В Таск Один Бла 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 Нил И так Далее Это Именно То Чтобы У тебя Появился Текст Таски И Вот Текст Таски Появился Сама Она Появилась Условия Для Выполнения Таски Они У меня Разбиты На Три Параллельных Куска И Вот Они Эти Куски В Параметре Спаун Ну В Спауне Короче Прописаны Заканчиваются Не тем Что Типа Если Выполнился В Элт Антил То Выполняется Слип Сообщение В Чат Изменение Цвета Маркера На Карте Там Респаун Игроков На Базе И Клпкю ЦК1 Ставится Одну секунду И Таска Вернуть Город Выполнили В Принципе Можно было Это Разбивать На Под Таски То есть Брать Такую Вот Строчку И Прописывать Сюда Там Таск 11 И Тогда Сейчас Покажу Как она Будет Тогда В Игре А Сейчас Заодно И Другие Пропишу Пропишу Ага Что-то где-то я забыл прописать А нет Сейчас прогрузятся боты И потом уже тогда Появятся еще 2 таски Точнее еще 3 таски То есть Как сделать чтобы они древовидно Выглядели как в всяких Три пола и шутерах я не знаю Возможно никак Что? Ну да 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 Именно чтобы они отображались Я не знаю как Возможно никак А возможно Ну может как-то и оно и делается